Казахстан Спасибо за приглашение Казахстан Что касается истории периода независимости Во-первых, не так много трудов вышло Во-вторых, все-таки, как говорят, издержки возраста Издержки развития определенные Издержки роста Вернее, даже будет сказать Казахстанская историческая наука с 1991 года Она впустилась в самостоятельное плавание Пыталась вырабатывать свои концепции Не всегда это удачно получалось Я говорю, это довольно естественное явление Когда что-то формируется Вначале это Не всегда, не во всем бывает успешно и удачно Каким образом вы вообще строили работу? На какие аспекты, на какие направления Делали, ну вот, именно Ключевой упор То есть, что для вас было наиболее важным? Потому что, вы сейчас сказали, что в советское время Историки работали в определенных рамках Ну, далеко не секрет, что У каждого времени, у каждого государства Есть свои идеологии Я вас понял, наверное Для того, чтобы ответить на этот вопрос Мне, как бы, лучше обозначить Лучше всего обозначить свое кредо Я себя воспринимаю как следователя И хочу, чтобы читатель был судьей Люди, читающие, для себя определили Поэтому, даже, кстати, в этой книге Я постарался минимизировать собственное мнение Понятно, что у меня есть собственные убеждения Собственные взгляды, собственные оценки Но я все-таки попытался минимизировать себя И дать больше материала Дать больше фактажа Для того, чтобы люди для себя могли что-то понять Что-то извлечь, какие-то уроки Постичь исторически А что касается тех моментов, о которых вы говорите На которых я делаю Или хочу сделать упор То в первую очередь Это, конечно, казахи Как система Казахи как этническая система То есть меня волнует в моем исследовании Всю мою деятельность Я изучаю казахов Как систему Как этническую систему С определенными, может быть, преимуществами С определенными изъянами, может быть То есть что в казахах определяло их победы Что определяло их поражение Исторически В ментальности, в идеологии В системе ценностей, которые присущи казахам Это первый момент Второй момент Естественно, мы изучаем Внешние факторы Которые влияли на казахский народ На тех или иных периодах его истории То есть это, естественно Ландшафт, климат Макроэкономика, может быть Какие-то конъюнктуры Тренды, тенденции Определенные мировые процессы Международные отношения Если касаться этой темы То, конечно, именно в казахско-русских Казахско-руссийских отношениях В первую очередь На первый план выходит Внешняя и внутренняя политика России Экономическая система Российской империи Русская культура А вот, кстати, вы сейчас сказали Что постарались минимизировать Какие-то свои заключения А по максимуму предоставить Какой-то фактаж В процессе создания этой книги Вы использовали Ну, скажем, уже всем Знакомые Всем известные факты Либо старались найти что-то новое Если да, то Ну, какие-то изюминки Каким образом проходил сбор материала? На самом деле Большая часть этих фактов Известна только профессиональным историкам Поэтому Многое Очень многое В книге Из того, что я привожу Для большинства читателей Это как бы Незнакомые вещи Я бы хотел еще отметить Во многом это исследование Мой труд Стал возможен благодаря программе Культурное наследие Потому что В ходе этой программы Было переведено Опубликовано Огромное количество Очень важных источников Которые Благодаря которым Да, я Смог Может быть Выдержать То качество Которое я хотел Вы прекрасно знаете Как историк Профессиональный Что Сейчас В Казахстане Начала Активно работать Программа Народ потоки истории Основная ее цель Это Ну скажем так Восполнить Имеющиеся пробелы Провести Какое-то Может быть Переосмысление Вот кстати Те вещи О которых мы Сейчас в том числе И говорим Это возможно Отчасти и есть Переосмысление Имевшихся До этого Стереотипов Ну вот собственно Совпадение Что Программа Начала работать Недавно И вы как раз Вы даете на гора Такую книгу Когда вы ее Начали писать Я ее начал писать Вот технически Я к ней приступил Два года назад Писал с перерывами Ой не два года назад Вернее уже три года назад А писал два года С перерывами Но на самом деле Как удается быть Сбор материалов Начался задолго Задолго до этого Я дипломную работу В университете Защищал по теме Общественный и политический Строй казахов Первой половине 19 века Поэтому Эта работа Имеет Очень давние корни И как бы Я не подгадывал Хотя Я слышал упреки От своих знакомых От друзей Что я Поддался Может быть Конъюнктуре Да Какого-то момента Казахско-русские отношения Но Этого абсолютно не было Честно говоря Это третья же моя книга Я просто Хронологически Подошел к этой теме Поэтому Далее в планах Что Скажем Идет по хронологии Дальше По вашей хронологии Ну Честно говоря Я С недавних пор Работаю В институте Истории Государства И Я Занят В коллективных Проектах Помогаю Там Больше В управленческой Работе И Как бы Сейчас Индивидуально То есть Проекты в голове Индивидуально есть Но Я Не думаю Что я В ближайшее время Что-то начну Как бы Так вот И ваше мнение Как профессионального Историка Основные цели Программы Народ потоки Истории Были озвучены Скажем Относительно недавно Небольшой Период времени Прошел Но Работа Уже Проводится Наблюдается Ли на сегодня Какое-то Вот Переосмысление Тех или иных Позиций Которые Были Скажем Еще В советское Время Тех или иных Взглядов На историю У Населения Не у профессиональных Историков Не в среде Профессиональных Историков А в принципе У населения Нет У населения Оно Не может Появиться Как бы Без Того Чтобы оно Появилось У профессиональных Историков То есть В первую очередь Должно перестроиться Конечно Сообщество Самих историков Уже Вот эта перестройка Она идет Сообщество Профессиональных Историков Я думаю Идет Я думаю Идет Почему Потому что Впервые Были провозглашены Понимаете Всегда важен Ну такие Банальные вещи Скажу Всегда важен план Всегда важен Четкий план Куда и как мы идем Что бы мы ни делали За какое бы мы дело Не брали Этот план Был изложен Мы можем сбиваться Мы можем Не успевать Да Мы можем Но мы будем Соответствовать Мы будем работать По этому плану Поэтому Лично У меня Есть впечатление Что Работа Работа все-таки Войдет в нужную колею Не без проблем Конечно Но я думаю Даже эти проблемы Первоначально Были учитываемы Да И Невозможно Просто так взять И вывести Казахстанскую Историческую науку На качественно Новый уровень Без потерь Без проблем Ну и с другой стороны То что у нас не убивает Делает нас сильнее Да Абсолютно согласен Большое вам спасибо Вам спасибо Мы традиционно Желаем вам Творческих успехов Спасибо вам большое Большое спасибо И вам У нас в гостях Был заместитель директора Института истории государства Комитета науки Министерства образовательной науки Республики Казахстан Радик Темиргалеев До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин